здравствуйте друзья сегодня у меня новые растишки и хочу вам показать рассказать что же я приобрела приобрела я в основном пепперомии 6 наименований папе пепперомии я вам показываю потом уже конкретно покажу поближе и резины хербста колладиум и гортензии и в конце я покажу вам мои стеллажи это по вашей просьбе правда я уже рассказывала про свои эти стеллажи но расскажу еще раз итак приступим пепперомия капирата абрикос вот у него лист не такой уж прям морщинистый морщинистый но такой вот более такой овальные морщинки по сравнению допустим вот с такой пепперомии или с этой то здесь более такой морщин более овальные складки и вот хочу сказать отличие пепперомии если увидали вот такой вот это не цветок у пепперомии это початок его называют если вы увидели вот такой початок то это сразу говорит о том что это растение пепперомия то есть они не все по листьям отличаются они абсолютно вот как видите вот различные но все они цветут вот такими вот початками ну не цветок это вот выбрасывает такие початки вот это отличительная их особенность теперь пепперомия капирата куито ну я может неправильно произношу извините мне мой немецкий очень такие морщинистые листья расцветка ну где не знаю но вот настолько красивая нет только в каталоге увидела их да мне сразу все беру 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 и хочу теперь пепперомия луна здесь такой вот сливого зеленый оттенок листьев вот у этих смотрите здесь даже три или четыре детки вот в таком маленьком стаканчики это у темных я кстати не знала о количестве деток я думала здесь все по одному нет вот довольно таки видите вот так как можно рассаживать даже здесь у коричневых здесь только одна и у абрикоса тоже одна это все по одной но скорее всего что коричневые наверное часто встречаются вот эти расцветки наверное редкость но надо сказать что приобрести по одной штуке этого практически невозможно я приобретала на фирме доминика flowers и вот там минимальное количество было одна кассета ну вот поскольку в кассете 12 штук нужно приобретать сразу по 12 штук я бы так вообще по одной бы взяла себе ну по 2 и все по 12 нет цена конечно не из дешевых надо сказать это но так сказать коллекция не дешевая вот теперь значит вот такая пепперомия фирос паркс вот это мне очень понравилось это новинка она и в каталоге была новинка и знаете такое создается впечатление как будто это согнутый листок а на самом деле нет вот тут вот нет полости он вроде как заполнен такой вот не жидкостью до содержимом листа и вот тут вот полоса зелененькая чуть-чуть выемка остальное все такое вот полная толстенькая прям вот очень красивая не знаю как размножается но скорее всего можно вот обрезать черенок и укоренить скорее всего что я так и сделаю потому что высота у него ну наверное сантиметров 15 и это можно проделать теперь вот такая пепперомия обдесифолия ус уса надо сказать я уже просмотрела да сейчас корешочек вот у него такой жирный корень надо уже рассаживать и черенок укоренялся вот все до одного вот так вот нижний лист заглубленный верхние ли слегка касается грунта я так думаю вот у них черенок идет именно вот прям одного размера весь но лист такой довольно крупный у меня есть наподобие пепперомия да но там лист меленький а это прям крупный это если учесть что это детка то наверное еще крупнее будет вот здесь вот смотрите какой лист крупный скорее всего что это растение высокорослая крупная но я не видела на картинке его прям какого размера взрослое растение но детки меня впечатлили детки красивые теперь пепперомия тоже обдусь опту сифолия пикси вот надо сказать гены что-то не понравился лист вообще говорит а что это такое бледненькая я так думаю что все-таки сказывается зима на том что она бледненькая на самом деле лист у него вот видите такой вот пестролистенький а вот эти вот светлые светло-зеленые это неестественная их видимо расцветка на самом деле вот такая вот красивая расцветочка и кустик думаю должен быть неплохой но вот такие междоузли очень очень короткие и набитое растение полностью примут в каждой пазухе прям по нескольку деток идет я так думаю что размножается хорошо и растет расти должен тоже хорошо быть то есть вот это опту сифолия и вот это просто разные теперь значит и резина херпста я хвасталась вам и показывала что у меня есть вот и резина херпста это коричнево с красным я уже его черенковала и у меня уже детки укорененные есть нее но увидала в каталоге зелено с желтым но думаю что у меня есть красная с коричневым почему бы не взять зелено с желтым вот надо сказать что вот это вот заранее заказываем мы заказываем но минимально там за три за четыре месяца потом оплачиваем предоплату и только потом когда приходит товар вам обзванивают и сообщают что ваш товар пришел мы едем и получаем поэтому это не просто так знаете пошел поехал купил и все нет во первых фирма не отсылают товар во вторых не поехал и купил вот нужно ждать какое-то допустим от гортензии у меня мы за год вперед заказывали раньше сейчас вот я не знаю может быть они с другой фирмой работает но как минимум за полгода и везет еще тому если он попал на свободную продажу как вот я сегодня попала но давайте про и резину сначала расскажу вот это и резина херпста почему-то вот такие там по две детки ну вот она в зелено с желтым и такой красный стебелек но видно что здесь уже прищипнутая взят взята отсюда макушка поэтому видно вот такого центрального розового как здесь вот допустим здесь нет вот начинается молоденький листочек идет вот он сначала розового желтым а потом становится вот такой вот зелено желтым здесь по две детки в каждой вот размножается черенками размножается ну хуже чем колес дольше намного то есть конечно выпадов нет не было у меня но принимается дольше наверно около месяца он у меня укоренялся ну вот месяц если колес через неделю дает корни то и резина херпста вот она через месяц и это растение не комнатная его высаживает на улице прекрасно растет на самом солнце на самом пекле и такой же красивая ничем не хуже чем колес и вот нарядные высокорослые и на зиму нужно вот так же черенки укоренить и домой и за зиму еще можно 1 черенковать я вот здесь вот слишком много затянула в принципе вот можно было уже давно и вот это обрезать черенок и здесь обрезать но у меня вот он вытянулся надо бы конечно было бы формировать тогда бы он прям таким пушистым пушистым кустиком был теперь по поводу гортензий просто мне сегодня повезло и я напала на свободную продажу то есть бывает что фирма закупает дополнительно еще гортензии для свободной продажи вот свободной продажи они чуть дороже ну вот хочу сказать что ну 400 рублей тут тут разный диаметр горшка 400 рублей и если это идет еще и оптом оптовая цена то допустим от минимального количества там идет допустим 12-15 зависимости ну штук в зависимости от того какой сорт как фирма устанавливает это нужно брать вот одному человеку одного сорта не разных сортов одного сорта допустим 15 штук 15 другого и это если учесть что цена 400 рублей конечно это не дешево но вот эта охлажденка так они вот на 8 марта выгонку на выгонку продают просто я не знаю почему так поздно но может быть не на 8 марта но на апрель наверное месяц на выгонку потому что гортензии выгоняют сколько 12 недель если учесть что середина февраля середина марта середина апреля ну в мае в конце мая должен зацвести или в середине мая вот этот вот но я его при эти сорта приобретала на размножение по одной штуке поэтому не собираюсь ставить на выгонку да и уже собственно говоря уже на выгонку то поздно уже в теплице уже и так будет тепло это вот сегодня морозы снег там и прочее ну так вот теперь хочу похвастаться колладиум несколько раз я приезжала на эту фирму и спрашивала у вас колладиум есть нет такого нет все каталоги перерыли нет нет нету и вдруг я сегодня вижу несут колладиум двое елки-палки но это в свободной продаже это очень дорого хочу вам сказать что в магазине в краснодаре там цветочный магазин я колладиум купила за тысячу рублей точно такой же вот с такой вот с одним побегом вот ну тысячу мне так хотелось вот и сегодня я увидала чуть дешевле но все равно это очень дорого и надо было брать кассету вот 12 штук вот все я их и взяла колладиум он клубень клубнями размножается также как ну на зиму то есть его обрезают и на зиму под ванну куда-то ставят также как глоксинью маленькие у него клубни клубенечки если не оставлять всю зиму они вот так вот будут расти листья то клубенечки будут очень очень мелкие листья будут некрупные и летом когда вы высадите его в полутень на улице он не будет таким шикарным крупным ярким потому что за зиму он конечно истощаться питательные вещества из клубенечка поэтому его нужно обязательно на покой отправлять осенью а уже вот где-то феврале месяце их будить и потихонечку уже готовить к выгонке не любит перезалива корни гниют поэтому здесь надо осторожненько подходить к этому и когда на зиму вы откладываете его если будете поливать очень и очень вот буквально капелюшечку чтобы корешочек который хранится и не растет зимой вот чтобы он и не пересох но и не сгнил тут надо вот надо как-то наловчиться и вот такой колладиум этот колладиум алекса сорт а этот колладиум биколор келли вот такой расцветочка мне понравился у меня тоже такой же есть который за 1000 рублей вот там буквально я приобрела его там было два листика но сейчас они у меня на покое обрезанные стоят в теплице под низом прям под стеллажом в этой в темноте один я там подкопнула посмотрела но вроде как живые получалось так что я вверху цветы поливаю а вода просачивалась и в горшки попала я прям распереживалась думаю тысячные горшки мои растения но вроде как ничего живы но вот этого мне досталось только шесть штук свободной продажи там вот было буквально два вот таких лоточка и один лоточек и вот мы мы с одной покупательницей вот этот поделили по 6 штук а тут нам пола точку досталось теперь гортензии это была голубая вот есть знаете было французская есть немецкая вот это немецкая было она белым расцветает а если кислая почва она голубой примут небесно голубой как незабудка но надеюсь что это я получила то же самое у меня есть было там три по моему или четыре там горшот не горшочка я их в открытый грунт посадила вот и ну я решила что мне мало я бы еще бы вот на для страховки взяла это early розы есть early blue которая голубая красится а это или early роза она не красится это гортензия то есть вот к вашему сведению не все розовые гортензии красятся только те где вторым словом стоит blue вот те красятся если стоит роза или или pink или так red вот они не красятся теперь значит это что у меня наверно вот это я не подписал наверно одинаковые адула pink адула pink двухцветная она в центре белая такая из четкой там розовой каемочкой но неплохая такая набитый цветочек я видела в интернете у меня с такой нет в коллекции поэтому ну надеюсь что это то то самое теперь флорина blue вот это флорина blue не видела какая не могу сказать но она знаете какая она не светло-голубая не такая как было она более темная ну я пока смотрела в интернете вот это вот все мой товар все это мне теперь предстоит рассадить полить рассадить и найти же место надо теперь куда же это все деть то есть в теплицах у меня некуда поставить здесь как видите у меня тоже некуда поставить абсолютно вот теперь все включу свет обещала вам показать но такие у меня стеллажи гена сделал ну надо сказать вот уголочек уголочек такой из металл прям знаете не алюминиевая он надежный уголок это сын у меня женя он такое привез вот уже прям готовые агена только стекла поставил тут электричество провел значит ширина полочки сейчас здесь вот включу ширина полочки наверно сантиметров шестьдесят семьдесят шестьдесят скорее всего до уголочек размером ну сантиметра наверно три уголок все это собрано посредством сварки высота этих стеллажей но сколько здесь сантиметров шестьдесят не меньше 44 полочки вот 4 а сверху огена сделал вот это как их направляющие на подвесной пол на потолок вот такие направляющие вот он их просто присоединил ну вот он их прикрутил и здесь у нас электричество вот она идет и на все полочки разводка но мне геноэлектрик 5 разряда поэтому ему это все просто и лампочки до длина длина сколько длина у меня внутри три с половиной метра наверное длина вот таких стеллажей у меня три лампочка ну обычная это обычная люминесцентная лампа это не для растений бывает что вот фито лампы какие-то специально для растений надо сказать что при фито лампах вот у нас в теплице маленькой фито лампы на подсветке да намного может быть из-за них а может быть от того что там все-таки теплица и солнце но там гораздо ярче растения здесь они у меня прям вот бледненькие окошко далеко до этих стеллажей поэтому вот такие они у меня чахленький мне прям знаете иногда подхожу так хочется вынести на улицу их сейчас включу еще одну хочется прям вынести в теплицу я понимаю что в теплице там такой микроклимат влажность и прочее вот такое но знаете все хочется еще что-то приобрести и коллекцию какую-то собрать и вот все вот жадность как говорится губит вот поэтому место все время мало все время мало поэтому вот так вот я так думаю вот 60 или 70 сантиметров глубина этих пол полочек верхняя полочка нормально вот когда обслуживаешь ее до верхнюю там нормально рука достает и как бутылочкой можно там чем-то поливочка а вот остальные стеллажи особенно вот нижняя полка которая на полу да там как видите я два ряда всего горшочка ставлю а дальше нет потому что дальше прям хоть ползай там он неудобно поливать вот поэтому наверное это слишком уж широкая то не собирается прям большую коллекцию такую заводить можно чуть-чуть поуже все-таки сантиметров 45-50 достаточно а так получается лишняя площадь и она эта площадь пустая свет идет до светка идет то есть лишний расход материала а весь я горшочки ставлю все стараюсь к этому краю для того чтобы мне было удобно поливать многие знаете еще как делает вот у меня просто здесь стекла и на каждой полочки у меня идут лампы видите это вот самый дешевый вариант он от этой лампы брал самое дешевое ведь и 4 стеллажа и 4 по 2 лампы на каждой полочки из четырех а еще есть вариант что эти полочки снизу не стекло а есть вот маты специально поливочные маты то есть какая-то подстилающая ткань идет там у них а сверху перфорированная пленочка и вот когда наливаешь на эту ткань она медленно медленно отдает влагу и горшочки ставишь то есть нет проблем с поливом или я хожу вот в каждый горшочек я поливаю раз в три дня я вот трачу времени на эти на этот полив я ну допустим ну несколько часов я раз в три дня трачу чтобы вот это все полить каждый горшочек прощупать полить просмотреть а если бы у меня были вот эти маты то есть стелешь на это на ну может быть это будет как поддон или в поддоны и туда наливаешь влагу во-первых растений они себя лучше чувствуют во вторых там все-таки влажный климат создается у нас дома климат очень сухой даже вот по листьям чувствуется что сухо у нас не влажно здесь несмотря на то что у нас очень много растений потому что я очень осторожно поливаю и поливаю мало в горшочке слежу чтобы вот верхний слой был только чуть-чуть вот-вот влажно и все я немного поливаю но обязательно надо чтоб вот там сами на сантиметр полтора вот палец когда вот прощупал там уже должно быть влажно и когда вот здесь вот сверху я еще знаете как вот навес поднимаю смотрю легкий горшочек все надо поливать вот этот вот тяжелый нот я примерно смотрю думаю но вот этот еще терпимо еще ни один листик нигде не повял но вот завтра бы я уже поливала вот ну вот это то что я могу сказать о своих стеллажах по вашей просьбе ну еще раз показываю мои растишки так пепперомии довольно я довольно конечно не могу сказать вот это я ж буду рассаживать раз здесь вот по два-три штучки я их рассажу а вот по одной честно говоря я еще не знаю как они размножаются поэтому поэтому буду читать буду смотреть изучать пока на реализацию меня ничего из этого нет из моей старой коллекции да у меня есть мелкие пепперомии но там я бы показывала вам рассказывала да я еще вот не показала вам адениум у меня есть адениум два штуки я покупала краснодаре на рынке сегодня вот приобрела еще на фирме они же адениумы разные бывают они цветут розами прям крупными розами настолько красивые вот несмотря на то что само растение так не особо так ну невзрачная вот бутылочка и бутылочка я его значит смотрю вот щупаю вот это вот донышко да потому что вот это как как суккуленты он относится к суккулентам да ему не надо полив не нужен не нужна большая посуда не нужен полив но в смысле поливать то надо но не часто я знаете как я беру я вот эту вот попочку его щупаю если мягкая это значит надо полить если она твердая то значит все еще поливать не надо по листу не определишь когда можно поливать когда нельзя хотя вот грунт даже вот вот он даже отстал от стенки посад стенок посуды такой вот ну при транспортировке долго ехал из-за рубежа но тем не менее вот эта попочка все равно она такая тверденькая не знаю там общем конечно было название этого адениума сорт но я просто дома одна купила я у нее выпросила два штучки вот такая люблю я все новенькая вот ну раз я выпросила но уже как-то неудобно было дайте я прочту дайте я запишу да еще снег шел там общем чтоб не замерзли растения ну и так взяла эту слава богу все друзья похвасталась спасибо вам за внимание до следующей встречи